Добрый день! Мы находимся на Home Show. Это крупнейшая выставка, которая проходит в Торонто, в Канаде. Она проводится раз в год. И сегодня здесь огромное число экспонатов, людей, зрителей, компаний. Я вышел из этой двери, потому что мне понравились вот эти узоры. И я думаю, что сегодняшняя экскурсия будет вам крайне интересна. Итак, Home Show в Торонто. Дэвид из MD Doors. Компания MD Doors делает такие красивые вещи, что хочется понять, а что внутри, что это такое, что за технология, как это делается? Мы работаем с европейской технологией. Наши двери это Thermo Treated Wood, который не трескается, не расходится. Это технология европейская. Насколько я знаю, для того, чтобы сделать такую дверь, проходит большая обработка дерева, которая становится, ну, наверное, крепче металла. Да, конечно. Не всякое дерево может быть treated, но есть, допустим, H, который может быть treated 230 градусов Цельсия. Это говорит о том, что дерево превратилось почти в сталь. И оно не меняет свою структуру, оно уже поменяло свою структуру. И оно не впитывает в себя никакой влажности. Это самое сильное, самое красивое дерево в мире. Скажите, а при этом оно сохраняет свойства дерева? Потому что люди привыкли к тому, что это пластик или дерево, вот как бы? Конечно, это дерево, и вы можете постучать и пощупать. Вы даже почувствуете красоту этого дерева. Скажите, а компания, производя такие прекрасные продукты, она в интерьере, вот я вижу симпатичный интерьер такой вокруг, вот это вот решеточки, вот эти все, это тоже ваше производство? Да. Мы производим очень красивые металлические, артистические решетки. Или просто, можно сказать, из алюминия, из стали, из железа, рот-айрон, как мы называем. И, конечно, алюминиевые – это три-дименчинал дизайн, который очень красивый. И мы, конечно, делаем этот дизайн под клиента, под его дерево, под его интерьер. Не просто дизайн, который делается километрами, да, штампованный. Ну что ж, Дэвид, большое спасибо, очень интересно. Я надеюсь, что наши телезрители поймут, чем все-таки отличается пластик от дерева, и какое дерево бывает настоящим. Ну, это, конечно, инженерик Скандинавии. Мы здесь, в Канаде, на 80 лет отстали от настоящей технологии. У нас простого дерева много. Рубим, делаем, рубим, делаем, не задумываемся. Итак, большое спасибо вам еще раз. Пожалуйста, спасибо вам. Удачной работы на выставке. Приятно встретить на таком огромном шоу нашу русскоязычную компанию. Спасибо. Успехов в бизнесе. Валерий Баратов. Валерий, скажите, пожалуйста, а ваша спутница? Алена Баратова. Алена. Огромная выставка, много интересного. Ну, конечно, интересный, потому что я буду строить коттедж себе, новый дом, поэтому я хочу для тебя что-то выбрать. Значит, красиво. Ну, здесь наши соотечественники есть. Если вы здесь знаете, что... Панели солнечные. Панели, да. Это Рыковы, это, да, это Рыковы. Ребята очень хорошие наши, да. Я их знаю тоже, они здесь, да. Мы же часть канадского бизнеса, так что здесь, да, и индусы, и китайцы, и русские, и кого хочешь, значит. Ну, все-таки больше, как бы, такой, став лишь канадский бизнес, да, тут представлено. Нет, нет, почему, просто, значит, все, я прошел, посмотрел, ничего из такого чистых канадцев, может быть, здесь вы найдете всего процентов 20. Остальные все просто иммигранты, поляки. Ну, да, в общем, все мы тут иммигранты, да. Компания называется Sweya Kitchen, мы привозим кухни с Европы, мы привозим кухни с Словенией. И самое главное, это функциональность этой кухни, потому что европейские кухни, они маленькие, они должны быть очень практичны вместе внутри. Мы его открываем, поворачиваются в разные стороны. Можешь просто подойти прямо и повернуть его. Перед тобой абсолютно все, что есть. Чтобы не брать лестницу, ты можешь полностью опустить весь кабинет тебе ближе. Да даже если я высокий человек, я беру тарелку, и вдруг на меня на голову летит чашка оттуда. Неоднократно так было. Ну, это тоже бывает, и это можно предохранить, потому что здесь есть, впереди уже стоит вещь. Можно использовать верхний кабинет, в котором можно поставить порошок для мытья посуды и все остальное. Вы открываете гарбич бинз, которые стоят внизу, вместе с крышкой. Когда вы прикрываете гарбич, крышка закрывается. Мы привозим кухню каждые полтора месяца. У нас есть шоурум, находится на Финче Даффрин. Можно заказать через веб-сайт, но обычно люди хотят прийти и потрогать кухню. Никто не хочет покупать ее на интернете. Это немножко другое. Кухне нужно влюбиться. Выставка «Хоум-шоу» — это большое событие. По нашим данным, здесь за день проходит больше 10 тысяч человек. Вот фактически все, что вы сейчас видите, это все стенды компаний. И люди здесь не просто гуляют и смотрят, изучают какие-то предметы, но и отдыхают. Есть очень много мест, где можно спокойно посидеть, выпить кофе, поговорить с друзьями. Это некий такой клуб любителей красиво пожить. Сапапа Аминах — известная торговая марка из Израиля, насколько я знаю. Марьяна, скажите, пожалуйста, что представляет компания, как она давно у нас здесь на рынке и какие планы у компании? Компания недавно на рынке в Канаде. Мы только 10 месяцев как открылись. Качество говорит само за себя. Если мы даем 10 лет гарантии, значит это высокого качества изделия. Это все новые дизайны с Европы. И компания очень известная и пользуется успехом. Для канадцев это новый товар. Они вообще в восторге от этого товара. Они никогда не видели, они радуются. И очень большой успех. Прогуливаясь по выставке «Хоам Шоу», мы натыкаемся на разные бизнесы. Но вода — это важная часть нашей жизни. И нам приятно увидеть здесь был стенд компании «Кинетика». Не ради рекламы, а потому, что эта компания известна на Русской улице. Компания «Акварел» и Алексей Прокубовский представляют ее очень широко нашим зрителям и нашим потребителям. Поэтому было приятно поздороваться с этой компанией прямо здесь на выставке. Я делаю коллажи в разных техниках больше 10 лет. Сейчас я нашла вариант, что раз у меня есть в компьютере такое количество картинок, надо что-то с ними делать. И вот, к примеру, вот это у нас был когда-то коллаж. Потом мы его сняли, добавили некоторые эффекты посредством фотошопа. И потом отпечатали в профессиональной раборатуре. Удачи вам на этой выставке, чтобы все ваши картины раскупили. Спасибо большое. Неудивительно, что на этой огромной выставке на хоум-шоу мы встречаем часто русскую речь. И в данном случае мы, проходя мимо этого стенда, не могли не остановиться. Потому что знакомые ребята, знакомое лого, знакомая компания. И мы хотим узнать, что новенького и как у вас дела. То есть «Логи ТС Солар» прямо на майке написано. Представьтесь и два слова. Здравствуйте, Степан Рыков. Я президент компании «Логи ТС Солар». И здесь у нас уже второй год, как мы здесь. И у нас куча нового продукта. Если можно посмотреть, маленькие солнечные гаджеты. Как сейчас ситуация на рынке? Вы чувствуете себя уверенно на рынке сейчас? Очень уверенно. Потому что сами панели PV, они упали за последний год. Только за последний год на 50%. В цене? В цене, да. То есть сейчас это гораздо более свободно и доступно для людей. Купить это не так дорого. То есть, смотрите, два года назад это стоило 4 доллара за ватт. Сейчас это больше чуть доллара. Поэтому очень огромные скидки сейчас. А скажите еще, вот эта вот программа, которую вы ведете с правительством, программа для клиентов, программа, она действует, она работает, она позволяет людям сегодня, ну, не зарабатывать, да хотя бы не тратить деньги? Есть такие варианты, и до сих пор программы есть, которые можно зарабатывать. Она с прошлого года, с сентября, сейчас на ревью периоде. Но следующие две недели она заново начнется, на следующие два года опять работать, до следующего ревью в 2013 году. А чем вы привлекаете посетителей? Потому что я вижу, у вас такие интересные изделия здесь стоят. Они все связаны с солнечной энергией? Да. Давайте прокомментируем. Давайте. Это все солнечные гаджеты, они все зависят от солнца. Днем они заряжаются. Сейчас, конечно, большинство из них на улице сейчас заряжаются. Но даже эти все, если они закрыты, то они все загораются и все сверятся от солнца. Кораблик, это так же, как и машинка. Как только солнечный свет попадает, прямой солнечный свет на улице, она начинает грести. То же самое с этой машинкой. Как только солнечный свет попадает, она начинает ездить. И в конце нашего путешествия мы остановились здесь. У этого прекрасного стенда, достаточно оригинального, для того, чтобы он запомнился нашим телезрителям. И в следующем году приходите на хоум-шоу, будет интересно. С вами был Владимир Бронников. С вами был Владимир Бронников.